духовные беседы и наставления старца антония священник александр краснов часть двенадцатая уроки истории отец антоний замолчал я сидел и обдумывал услышанное как всегда семена сомнений давали свои всходы неужели все это возможно так страшно батюшка поделился впечатлениями я и в голове не укладывается как все это может произойти а евангелие нам не об этом говорит отвечал старец уже тебе пересказывать чай сам каждый день укрепляешься его чтением мне ведь грешному только подробности были открыты как это будет а то что будет спаситель еще апостолам говорил потом апостолы верным вещали и все святые так или иначе но конца света касались пожалуй нет ни одного старца который бы не получал духовных чад о спасении последнее время но тогда еще развивалась эта адская цивилизация но дал бы господь кому-то увидеть самолеты машины электронику мню святому то было бы понятно а людям нет сколько споров вызывало утверждение что антихрист одновременно войдет в каждый дом и мы в семинарии спорили еще как спорили только с изобретением телевизора все стало понятным а пророчество железных птицах мечущих в полете смертельные для людей яйца остальная паутина должна опутать всю землю даже саранча из апокалипсиса да мало ли непонятных предсказаний из видения апостола и она богослова старцев гораздо меньше понятых принять трудно грядущие беды но не думал ли ты душа моя что сытое общество вообще не склонно принимать предупреждение о возможных будущих трагедиях как взывал преподобный иоанн кронштадтский чудотворец к людям вняли то то и она что трудно было за внешним благополучием увидеть грядущие беды это ведь только в пропаганде коммунистов россия была сирая и несчастная чушь правительство имело возможность еще с начала века а сигновывать на всякие нужды державы порядка двух миллиардов золотых рублей это колоссальная сумма вряд ли какое государство и по сию пору имеет такой бюджет зерна и всех других плодов земных собиралась на несколько миллиардов золотых рублей миллионы голов свиней овец сотни тысяч коров и лошадей яйца пудами мерили потому что птицы было не считано россия кормила полмира но и для своих людей все было доступным овца стоило что-то от рубля до двух корова до червонца а у отца на заводе хорошие рабочие получали по сотне рублей в месяц плохо вот я и говорю что это сытость изгубила забыли что основа благополучия в духовности в благословении божием когда отменили обязательное причастие в армии на гражданской государевой службе только один человек из десяти продолжал ходить по воскресеньям храм а враг не дремал уже война японии с россией была облачена еврейским обществом америки так что они могли упустить возможность сотворить смуту внутри страны не попытаться напрочь уничтожить православие первая мировая отнюдь не подорвала силы страны ее и не здорово ощущали во всяком случае на продовольствие никто карточек или любых других ограничений не вводил даже во время войны трудно было себе представить что взбеснуется страна увлекшись демоном свободы вот уж воистину свято место пусто не бывает убрали иконы а заменили портретами бесов ты говоришь трудно представить сейчас мы уже завоеваны чуждым духом русским славянским и не пахнет разве что в храме и то не в каждом но уже на очереди завоевание руси другими народами и народ сами кавказ сами китайцами сейчас они только присутствуют стране занимаясь в основном рыночными делами и народцы как всегда всеми способами стараются унизить достоинства православных и наложить лапу на несметные сокровища руси малой белой великой но будет время и прямого их правления отец антони перебиваю старца если можно повторить и на предмет русского духа в храме я очень не здорово люблю разговоры об этом неохотно отвечал батюшка да и что тут непонятного концертные песнопения солированием и всем прочим артистическим набором откуда от католиков можно композиторские творения исполняемые в гордыне светскими певцами назвать молитвой конечно нет а ведь наше топение молитва она размягчает сердце подвигает его на слезную чистосердечную исповедь сегодняшние рулады это одно рассеяние развлечения с пением понятно теперь о росписи храмов хорошо отошли от канонических икон и пришли к живописным хотя тоже новшество это от рима она то не так и хорошо но то что сейчас представляют как канон мертво это совсем не те образцы иконописи из древности дошедшие до нас и так живописная роспись но не то что молюют в наших храмах с католических и униатских образцов люди понятия не имеющие о православии в лучшем случае химическими красками творят что-то невообразимое простите перебиваю старца почему вы сказали в лучшем случае да тут один священник приезжал в ужасе среди художника выявил настоящего сатаниста батюшка его выгнал а тот еще и обижался дескать я же хорошо работал так вот а в расписанных таким образом храмах глаза поднять невозможно яркость краски неописуемая а если взять на заметку что множество икон в таких храмах несут в себе еще и заблуждения католические то возникает вопрос для кого готовятся эти храмы а ложь храме истины искусственные свечи в подсвечниках искусственное масло в лампадах искусственные цветы для украшения икон искусственный ладан в кадильнице ладно в советское время не было возможности взять достойный фимиам но сейчас то плащаницы умащиваем женскими духами а то и одеколоном масел ароматических нет есть тратиться не хочется духи то и так благочестивые женщины принесут но это уже следствие внешнее отображение причины у каждого храма есть настоятель а над настоятелем архиерей кто только за его спиной стоит как-то несколько лет назад приехал буквально в состоянии нервного срыва один священник а лет 15 сани служит на селе поэтому протоиерея до сих пор не получил но и под прещение хиерейские не попадал и вот теперь запрещен в священнослужении да с такой формулировкой что хоть сам снимай правящий умел разделываться с непокорными начинаю расспрашивать батюшка волнуется сбивается смысле наконец понял о чем идет речь уже сам излагаю историю запрета так спрашиваю его да батюшка так ответил он оказалось что причина его запрета было почитание царственных мучеников а дело было так совершил этот священник пару лет назад семьей и паствой паломничество в россию а там тогда уже вовсю продавались иконы царской семьи и книги о жизни царственных мучеников купил и прочитал книги поревновал их подвигу священник при поддержке паствы приобретает в троице сергиевой лавре листовые иконы которые уже дома взяли в оклады прикрепили их возле канона еще то не канонизировали служили за упокой но кто хотел обращался и за помощью к мученикам кто-то поставил в известность правящего архиерея тот направил навести порядок благочинного требовалось снять и убрать иконы возмутилась паства уже были случаи получения чудесной помощи после молитвы у икон тогда-то батюшки вручили волчий билет как говаривали у нас в университете видишь ли случайность это своеобразный хаос только нематериально выраженный мы исповедуем что бог хаос превратил порядок починил события в том числе жестким законам бытия стремление к хаосу присуще только темным силам поэтому если что-то происходит значит кто-то в этом заинтересован вот и думай что да как так вы считаете батюшка я ничего не считаю очи мягко перебивает меня старец мню что знаю правила и всегда старался их исполнять поэтому спросят объясню постараюсь научить выполнить слава богу кто-то одумался не выполнит лучше бы не приезжал то хоть не знанием мог оправдываться как-то вот после пасхи после недели жен мироносец приехал ко мне советоваться духовник одной из ближайших епархий выходит с польской украины но очень набожный и праведный старец такой будучи большим молитвенником притесняемый со всех сторон он и сам ответы на свои вопросы знал но ему необходимо было общение и сравнение взглядов после долгой беседы он поехал писать прошение об освобождении от духовничества и настоятельства попал после этого в еще большую опалу но приезжал потом уже умиротворенным тяжел крест священство ой как тяжел так все сейчас организовано что волей и неволей а правила нарушаются многие поэтому говорят так спастись в священстве нельзя стало быть делать можно что угодно лишь бы не соблазнять паству в тайне творить греховно но подход такой сродни осуждения если не проклятие ближнего та же попытка присвоить себе суд божий хоть и над самим собой в евангелии сам спаситель говорит что самолично человек спастись не может но что невозможно для смертного то возможно для бога ты только принеси все свое потрудись со своей стороны а недостающие уже восполнит господь враг особо старается ввести в искушение духовенства отвлечь внимание пастыря от спасения дабы потом распустить их стадо выход один бдеть а на козни темных сил просто не обращать внимание особенно не поддаваться бесу сребролюбия очень полезные душеспасительные наставления священству оставили святитель тихон задонский и преподобный иоанн кронштадтский писали и другие но наставления святителя тихона и преподобного иоанна особо доступны практичны а так какого духа пастырь такого же будет и паства вот это самое страшное миряне определяют только для себя путь либо на спасение либо на погибель путь для семьи пастырь же может испортить все стадо принимая сан почти каждый мечтает о венце праведника увы все мы грешные и все падаем правда одни поднимаются а другие принятое положение начинают считать вполне приемлемым батюшка не выдерживая укора совести говорю ему а ведь та история со священником мне знакома она начиналась на собрании благочинных владыка любит чтобы его решение было подкреплено постановлением собрания благочинных или уважаемых прото иереев ты тоже голосовал за запрещение спросил старец да нет на первом собрании было принято только решение о поездке благочинного на приход я знаю кто донес и почему священник тот был местный что уже влечет на нашей епархии повышенное внимание а рядом служил земляк владыки окончания истории я не знал после перевода попросился освободить от послушание из-за дальности езды до благочиния километров 200 250 отец антоний я все же не совсем понял основу глобального голода катастрофы войны техногенное воздействие это понятно и сейчас имеет место быть пускай отравленное но должно же быть зерно меньше больше но не полное его отсутствие спрашиваю старца отче как-то медленно с раздумьем отвечал отец антоний ты никогда не задумывался над таким вопросом почему до революции не просто хватало зерна но россия продавала его просто в невероятно огромных количествах людей наверное было значительно меньше неуверенно отвечаю старцу меньше на начало века в империи наличествовала что-то чуть больше 130 миллионов человек к первой мировой население увеличилось как всегда бывает процветающей державе но все равно людей было меньше чем сейчас это понятно но землю то обрабатывали с помощью тягловой скотины на легких почвах лошади плуг тащили на тяжелых использовали валов скорость обработки несравнима с современными тракторами кроме того и землицы под пашней было значительно меньше сохранялись леса много было выпасов сенокосов эко сколь скотины растили ты представляешь сколько нужно было корма для мясного скота не считанного поголовья птицы в лесных краях болота еще не осушались но хлеба хватало с годами становилось все хуже и хуже какую бы технику не использовали какие бы химикаты и удобрения не применяли еды все равно не хватало обернулась это после войны страшной бедой два неурожайных года и ужасный голод сорок седьмого доходило до людоедства приезжала в то время ко мне исповедоваться молодая женщина она сбежала из колхоза воспользовавшись набором рабочих для восстановления шахт в донбассе зарплату платили нормальную и молодежь повадилась в получку ходить на рынок покупать студень нарезанный кусочками но однажды один из парней нашел в этом студне детский палец продовольственное изобилие сегодня на западе это фантом призрак как и вся их цивилизация до за счет химии и всяких дьявольских ухищрений им удается вырастить какое-то количество птицы скота хлеба но не столько чтобы даже для себя хватало полной мере собственный продукт у них рассчитан на нищету да для вывоза к нам в том числе настоящие продукты стоят огромных денег и ввозятся и в европу и в америку это сейчас стоит же только миру зашататься не будет и тех крох что сейчас имеют да вершат дело десятки новых болезней животных растений которые человеку смерть принесут у нас настоящий продукт но к этому времени некому будет и на полях работать город продолжает выманивать здоровых людей из деревни кроме того беснование америки родит страшные природные изменения и все в худшую сторону закроются небесные источники вот земля иссохнет бесплодной надежде на влагу что-то вырастет но на всех этого не хватит скотина будет пропадать для ее жизни тоже не хватит корма да и воды реки либо высохнут либо превратятся в сочные канавы источающие смертельные миазмы тоже будет и с озерами прудами внутренние моря тоже умрут и жить возле них будет невозможно гниющая всплывшая рыба морские животные поднявшийся со дна сероводород неожиданную смерть принесет жителям побережья вот тебе и голод он всегда страшен но подобного этому земля еще не видела не будет ни хлеба ни воды не евангельской любви и сострадания такого будет печальный результат людской неумеренности следования своим страстям голод случившийся при царе по волге тоже был следствием неумеренности большие деньги приносила продажа хлеба вот друг перед дружкой крестьяне и продавали его не оставляя запаса глядишь и дом хороший отстроить можно и одежду справить новую чтоб все было не хуже чем у других государство тогда спасло помогали голодающим во всем при большевиках уже голод был во многом искусственным да и деньги собранные для помощи людям пошли на закупку паровозов до машин всяких сколько людей вымерло тогда голод последнего времени будет еще хуже уйдет надежда на лучшее а раньше знали что стоит как-то продержаться милостью божией глядишь с нового урожая и отойдешь поправишь силы теперь этого не будет исчезнет вера в бога исчезнет и вера в лучшее расчет будет только на свою силу на то чтобы выжить даже за счет ближнего своего как у блокадном ленинграде бандиты вытаскивали у людей хлебные карточки или отбирали силой обрекая человека а порой и целую семью на голодную смерть так и теперь будут воровать отбирать съестное и убивать в местах же истечения чистых вод будет возможность утоления жажды и выращивания кое-какой зелени съедобной а то и хлебушка господь даст хоть праздник сухариком побаловаться повезет так и рыбка может в ручье оказаться а в лесу ягоды до грибы на разносолы рассчитывать не приходится но протянуть как-то можно и гонения в лесных дебрях будут значительно слабее главное не поддаваться унынию и страху навеваемых бесами также сейчас готовясь ко всему с упованием на господа нельзя все мысли направлять на ужасы грядущего думать надо о стяжании благодати божией батюшка так если о дебрях то на севере россии в сибири куда более дикие места там не лучшее ли убежище спросил я сибирь будет желтой полностью дальний восток японским а за сибирь за нефть и газ и золото другое все сражение будут даже не с нашими а с американцами даже при том что звездно полосатая дубина в руках у мирового сионизма находится победить они китайцев не смогут и потекут желтые реки на европейскую русь весь юг пылать будет кровушки прольется славянской дальний восток японцы китайцам не отдадут островитянам просто жить негде будет а грядущей трагедии своих островов японцы знают через мудрецов открыто им было это сейчас они скупают землю но самым лакомым кусочком выглядит для них дальний восток россии европейский север привлекателен да без знания его и навыков необходимых не выживешь старообрядцы скрывались северных европейских чащих как и в сибирских но они то бежали туда сотнями а совместно всегда проще устраиваться на новом месте кроме всего люди того времени были более природными больше умели меньше требовали от жизни были крепче и здоровее поэтому в ту сторону лучше не смотреть южнее тоже хватает пустынных мест для удобного сокрытия от слух антихристовых отец антоний оружие стоит иметь у себя для той же охоты скажем спрашиваю старца ты о себе говоришь чуть с укоризной вопросом на вопрос ответил батюшка да нет конечно я в принципе говорю для всех пояснил я не тот же охота не полезно последнее время очень серьезно ответил отец антоний лишнее убийство и пролитая кровь пусть и без словесного существа отнюдь не будут способствовать сохранению духовности столь необходимой для спасения пост и молитва молитва и пост не знаю что может оправдать убийство дикой живности разве что только реальная угроза смерти от голода но таким же доводом будут оправдывать и принятие числа антихристова и людоедства не знаю не видел я у спасавшихся на столе мясной убитой на охоте дичи последнее время нужно воспринимать как единственную оставшуюся возможность очиститься и вымолить у творца прощение за грехи сотворенные в спокойные времена каждому слышишь отче каждому придется претерпевать в эти годы нравственные духовные и физические мучения в большей или меньшей степени это уже другое но и стоит не забывать такую мудрость как не искушай господа бога твоего еще раз скажу вопрос трудный мню ответа на него одинакового для всех нет как совесть каждого человека ему подскажет так и нужно поступать ну а что очень святый пока твои недоумения закончились а да отец антоний спаси господи пора и честь знать отправляюсь домой да я тебя не гоню мил человек приезжай не забывай дорогу к старику было еще несколько встреч перед его упокоением время которого ему было открыто в наших человеческих учреждениях висят таблички предупреждения уходя гасите свет он же живя по другим законам все делал чтобы остающимся жить в тяжелые конечные времена было светлее теплее понятнее родившись последние годы 19 века он дожил до начала 21 пройдя сквозь все круги ада катастроф 20 века не только не озлобился на всех и вся но стяжал любовь которую буквально излучал на окружающих прикажущейся простоте в разговоре использование часто народной речи это был очень образованный человек отец антоний свободно владел латынью греческим немецким в его собственном домике на полках стояли зачитанные святоотеческие труды на том же греческом старец не любил об этом говорить хотя я несколько раз спрашивал сколько языков он знает удивляла в нем и такая черта он умел слушать и вызывать на разговор причем даже если у посетителя отсутствовало желание говорить о чем-то еще болящим отец антони как-то ненавязчиво подводил разговор именно к этой теме а потом становилось легко слушая чужие рассказы старец непременно извлекал из них нечто поучительное для всех и потом использовал назидание чад духовных с первой встречи меня поразила также такая особенность праведника столетний старец проживший столь сложную жизнь реагировал на ложь с резкостью ребенка он патологически не воспринимал лукавство ложь даже простую неискренность считая их основой любого греха и верами для удержания врагом души православной вериями дьявольскими в ней пройдя десятилетия лагерного ада он какие-либо утеснения в миру или возможные земные мучения просто не воспринимал боялся старец одного огорчить своим поступком того кто искупил его своей причистой кровью поэтому часто на вопрошение о том как поступать он отвечал а как же господь разве спаситель наш мог бы далее следовало название действия на которое посетитель пытался взять благословение взятка отмщение ближнему а ложь он был очень ласков до нежности любви обилен с простыми верующими рабочими крестьянами технической интеллигенции правда только в тех случаях когда простота не была синонимом хамство с актерами вольными художниками руководящими товарищами и всеми теми кто присвоил себе право называться творческой интеллигенцией старец был весьма насторожен большей части он обличал неправедность их взглядов вызывающую богемное разложение строже всего он относился к духовенству и в особенности пишущему объяснял это так пришел человек грешник я через него увещеваю пять шесть павших приходят вольнодумцы чуть больше у них соблазненных может 100 может 200 а если пастырь согрешил да еще богословствовать пытается тысячи и тысячи соблазнить может я был свидетелем такого приехал к отцу антонию священник с презентом старцу своей брошюры изданной наличные кошты и конверта с деньгами для нищих священника этого я немного знал и люди рассказывали общался пару раз епархии брошюра это его мне также была знакома довелось просмотреть люди принесли на отзыв там было много утверждений как минимум спорных другие как говорят и комментариев не требуют поскольку автором был священник пришлось быть сдержанным в оценках рекомендовал только верующим не углубляться в изучение бесовских хитростей да еще на основе их же рассказов теперь мне интересно было узнать точку зрения старца вошедший в келью отец анатолий имя изменено буквально заполнил своим телом все свободное пространство он был очень высоким и чудовищно тучным 40 45 лет с уверенностью удачливого метрофорного протоиерея любимца владык благословение он брал как-то с высоты своего положения но лабызания старческого это положение не обеспечила а потом был разнос такое нелицеприятное обличение что мне отца анатолия даже жалко стало получил он за все за то что брал деньги с верующих за вычетку за разговоры с бесами и передачу их брошюре верующим приводил отец антони евангельские цитаты слова древних подвижников о том что нельзя разрешать бесам даже рот открывать а тем более внимать их рассказом в общем трудно сказать что не было подвергнуто обличению отец анатолий вначале храбрился потом сник в конце разговора стал просить прощения старец смягчился но сказал достаточно сурово бога моли простить наказание уже за плечами носишь книжки свои сожги сам закончи дела милосердия что уже начал с домом для серых стариков с приютом для сирот и готовься через несколько месяцев пришла весть что отец анатолий погиб в автокатастрофе отошел в вечность и старец антоний прошло несколько лет появилась возможность посетить верхнедонское увы радости эта поездка не принесла монастырь на дому исчез старые монахини представились послушницы разошлись кто-то был пострижен монастырях кто-то обретался возле духовных старец единственная оставшаяся в поселке схемонахиня варвара по-прежнему несла послушание на клиросе